всем привет продолжаем играть фоллаут и я продолжаю вам зачитывать книгу большую часть книги которая называется совершенные коды стива макконнелла в этой книге очень много полезного материала как для новичков так для профессионалов так и для продолжающих ну в общем каждый там всегда найдет для себя полезную информацию и сегодня мы продолжим продолжим прошлый раз мы обсуждали классы то есть я зачитывал по мере зачитывания иногда еще добавляю свои комментарии так вот классы были сегодня это высококачественные методы начнем не знаю закончим или нет так как тут большая часть текста но есть куски кода соответственно могут быть какие-то скажем так затупы во время этого процесса то есть игры и зачитывая но если вам вы не хотите на фоне это слушать как вариант да то бегом бегите и покупайте эту книгу стив макконнелл совершенный код ну а для начала я загружусь я загружусь и мне надо вспомнить что я тут делал броня я вспомнил я хотел купить пистолет но пистолету нету и и короче так гека чё тут я тут не был на туда не пойду надо бы если здесь есть лифт значит он необходимо запустить генератор вот генератор а он так не запустится по ходу надо отремонтировать а ремонт у меня очень мало раз два три 4 5 6 7 8 на восьмерочке до вероятность ремонта маленькая ну я не знаю буду так вот стоять и тыкать вдруг отремонтируется протру там протру сям откручу болтик закручу отвинчу винтик завинчу походу это него и делаем короче пока я тут буду так вот клацать да реально блин мне бы отмычки отмычки то наверно дело пошло бы ну ладно я продолжу вдруг сейчас на какой-то итерации отремонтируется если нет то пойду дальше положу может быть кто-то что-то продаст может у кого-то будут отмычки или пойду гекку эту бить ну гека там золотой есть ладно и так высококачественные методы но я как бы обычно методы называю функциями ну так как в языке си и си плюс плюс есть понятие функции на сибра техническую часть и возможность языка то эта функция стим макконелл обычно здесь говорит на функции методы но он говорит потому что он говорит так потому что это более такая абстракция потому что в одних языках функции это функции в других языках то что в одном эта функция другом называется процедурой но сути это не меняет соответственно здесь я буду говорить как стива маккона так как это его книга значит значит надо убить гекку и продолжить и так методы высококачественные методы то есть метод это отдельная функция или процедура выполняющая одну задачу и так что же такое высококачественный метод на этот вопрос ответить сложнее возможно лучше всего показать ну тут короче есть такой примерчик кода но я что его зачитывать не буду но дело в том что ну я так в общем скажу да что в этом примерчике в этом примерчике есть функция но это пример сети плюс плюс а и в этой функции название handle став дальше у нее раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 вроде бы параметров функции 11 параметров форматирование здесь так себе то есть что такое форматирование но отступы отступы здесь он есть по 4 по 8 по 16 пробелов else if и в одной строчке ну в общем не не очень он выглядит я я думаю вы уже догадались да и тут стива он говорит что тут не так как минимум 10 недостатка вот что он пишет то есть но когда я буду зачитывать недостатки думаю вы поймете да даже не не видя код этой функции что не так ну и первое это неудачное имя то есть handle став ни о чем не говорит о роли метода метод не документирован да это так здесь ни одного комментария нет метод плохо форматирован тот совершенно верно форматирование здесь ужасное плохо проследить где что начинается где какой блок начинается где какой заканчивается это тоже так дальше входная переменная вот здесь есть входная переменная она называется input рект рек она внутри метода меняется что уже не хорошо и хоть это им а тут даже она это не копия это переменная передается по ссылке то есть тех кто знает язык c++ или c и поймут то здесь передается по ссылке input и она то есть у нее название input но она внутри метода меняется это уже не хорошо если это входящие данные то и если еще не дай бог они по ссылке то уже лучше написать конст объявить ее константой чтобы ее менять нельзя было дальше метод читает и изменяет глобальные данные здесь есть глобальные данные и этот метод их читает и изменяет опять-таки очень нехорошо цель метода размыта в методе непонятно что он делает то есть он делает разные части из разных областей метод не защищен от плохих данных да здесь есть входящий параметр некий параметр да и потом в коде выполняется деление на этот некий параметр но здесь как минимум надо было проверить этот некий параметр равен ли он нулю или нет потому что делить на ноль при делении на ноль обычно наша или ваша программа падает также здесь присутствуют четыре или пять магических чисел то есть некие числа 100 там 4 12 что это за числа непонятно но они обычно называются магическими числами в силу того что непонятно чё не означают для чего они метод принимает слишком много параметров это совершенно верно здесь должно ну на мой взгляд должен должно работать правило вот это которое описал стив макконнелл 7 плюс минус 2 то есть не больше 7 но этот принимает 11 то есть 11 аргументов но и у него 11 параметров это очень нехорошо очень много всего ну и эти параметры очень плохо упорядочены тоже сложно сложно прочитать то есть недостаточно беглого взгляда для того чтобы увидеть тип каждого из них либо беглый взгляд для того чтобы найти нужный нам да для того чтобы найти какую-то там параметр который мы увидим внутри нам нужно не бегло просмотреть это все пока мы не найдем его глазами и не увидим его тип так вот если не считать сами компьютеры на методы величайшие изобретения в области компьютерных наук методы облегчают чтение и понимание программ в большей степени чем любая другая возможность любого языка программирования и оскорблять столь заслуженных мире программирования деятелей таким кодом что был приведен выше настоящее преступление согласен код очень ну я бы не сказал прям ужасен но такое я бы с таким человеком разведку не пошел бы если бы знал что человек имеет уже достаточно опыта то есть не не год и не два и когда он такое пишет то как же с ними идти в разведку так чё я хочу я хочу сейчас подождите я хочу хотел бы прикупить каких-то этих блин отмычки или ремонтный набор блин 205 не хватает зачем я качал то умение зачем мне ни на что не хватает мне денег просто нету а теперь чё делать вот так вот нет ладно это не сколько 22 надо надеть где-то так идем дальше кроме того методы самый эффективный способ уменьшения объема и повышение быстродействия программ представьте насколько объем не были бы ваши программы если место каждого вызова метода нужно было бы вставить соответствующий код представьте насколько сложнее было бы оптимизировать коды если бы он был распространен по всей программе а не локализован в одном месте программирование каким мы его знаем сегодня оказалось бы без методов невозможным хорошо скажете вы я уже знаю что методы очень полезны и постоянно их использую чего же вы от меня хотите а стив маккона отвечает я хочу чтобы вы поняли что есть много веских причин а также правильных и неправильных способов создания методов будучи студентом информатики я думал это стив маккона так думал что главная причина создания методов предотвращение дублирования кода во вводном учебнике по которому я учился полезность методов обосновывалась тем что то предотвращение дублирования кода делает программу более простой в разработке отладки документирование и сопровождение точка если не считать синтаксические детали использования параметров и локальных переменных на этом обсуждение методов в той книге заканчивалось такое объяснение теории и практики использования методов нельзя считать ни удачным ни полным далее мы попытаемся восполнить этот весь пробел итак разумные причины создания методов и сейчас я их перечислю снижение сложности самая важная причина создания методов это снижение сложности программы создайте метод для сокрытия информации чтобы о ней можно было не думать конечно при написании метода думать о ней придется но после того как вы это сделаете вы сможете забыть о деталях и использовать метод не зная о его внутренней работе другие причины создания методов это минимизация объема кода облегчение сопровождения программы снижение числа ошибок также хорошо но без абстрагирующей силы методов сложные программы было бы не невозможно охватить умом формирование понятной промежуточной абстракции это следующая причина создание методов здесь приведен такой фрагмент кода в котором тут проверяется нода какая-то на ну не ну дальше берется следующий элемент дальше там извлекается имя еще какая-то проверка еще проверка то есть в результате здесь у нас получается где-то 1 2 3 4 5 6 7 8 строчек кода вместо этого можно было бы создать метод и назвать его get live name соответственно в коде эти 8 строчек заменились бы на одну строчку и имя get live name давала бы нам понятие что это за метод для чего он нужен и что в этом куске в этом куске в этой строчке кода делается в этой строчке кода извлекается там имя какое-то там так сейчас сейчас соответственно стив макконнелл акцентирует внимание на том что такой кусок из 8 строчек в коде их может быть много одинаковых однотипных и это увеличивает количество строчек кода это усложняет чтение программы и так далее и тому подобное для этого лучше отдельный метод создать назвать его как-нибудь чтобы было все понятно и и это очень сильно облегчит жизнь так сейчас я подождите чё ему уж он просит он просит типа на хлебушек на чай значить ну спасибо так так пожалуй это все чё они с викам поговори в купальне с дженни что такое купальня это наверно в этом отеле блин дженни кто такая дженни это кто это толстуха привлекательную но усталую дженни дженни надо найти обычной тайги ты в купальне что такое купальня ладно я сюда прибежал в надежде что у кого-то будет ремонтный какой-то вот это типа комплект ремонтный комплект блин а чё не пишет их имена вот как это зовут где тут написано что такой обзор а это мэй да во блин елки-палки это мэй да а а а а вот это орден да нормально так ладно идем следующие причины разумные причины создания методов предотвращение дублирования кода несомненно самая популярная причина создания метода это избежание дублирования кода действительно включение похожего кода в два метода указывает на ошибку декомпозиций уберите повторяющийся фрагмент из обоих методов поместите его общую версию в базовый класс и создайте два специализированных метода в подклассах вы также можете выделить общий код в отдельный метод и вызвать его из двух первоначальных методов в результате программа станет компактнее изменять ее станет проще так как в случае чего вам нужно будет изменить только один метод код станет надежнее потому что для его проверки нужно будет проанализировать только один фрагмент изменение будет реже приводить к ошибкам поскольку вы не сможете по невнимательности внести в идентичные фрагменты программы чуть различающиеся изменения поддержка наследования следующая причина переопределить грамотно организованный метод легче чем длинный и плохо спроектированный кроме того стремление к простоте переопределяемых методов уменьшает вероятность ошибок при реализации подклассов так это кто остерегайся гекко гекко считает второй раз бегая и вообще ничего мне кажется надо надо идти дальше но мне хотелось бы починить генератор хотелось бы так ладно следующая разумная причина сокрытие очередности действий скрывать очередность обработки событий разумная идея например если программа обычно сначала вызывает метод запрашивающий информацию у пользователя а после этого метод читающий вспомогательные данные из файла никакой из этих двух методов не должен зависеть от порядка их выполнения в качестве другого примера можно привести две строки кода первая из которых читает верхний элемент стека а вторая уменьшает переменную стек топ вместо того чтобы распространять такой код по всей системе скройте предположение о необходимом порядке выполнения двух операций поместил эти две строчки в метод поп стек далее сокрытие операций над указателями операции над указателями не отличаются удобочитаемостью и часто являются источником ошибок изолировав такие операции в методах вы сможете сосредоточиться на их сути а не их а не на механизме манипуляции над указателями кроме того выполнение операции над указателями в одном месте облегчает проверку правильности кода если же вы найдете более эффективный тип данных чем указатели изменения затронут лишь несколько методов что-то они вот смотрите никто не вот этот советов ты можешь мне заклинание о какой-то наркоманы и все не это просто алкаш так ладно короче нафиг он не надо на это я это мужик о а блин это тот я на руках с ним боролся это хозяин бара у него ничего нету до денег мне тоже нету дженни какая-то где-то дженни найти тут никого нет короче я тут все обходил но дело не надо читать я не хочу вы тут надо сломать у меня нет умения сейчас еще тут зайду в отельчик бы в отельчике я с одной еще не говорил может она есть дженни ну вот с это я не говорил о о точно мне нужна информация я ищу торговца так звик был просто душка а где вик сейчас о на нашей улице на восток дом вика так так на восток может она поторгует через еще со мной два мешочка по 68 а это стоит сколько 125 то не мне больше нечего впарить да ладно фиг с тобой давай чтобы ближка все так уж и быть типа это на чай все остальное на восток говорит по нашей улице это значит вниз и где-то дом вика вот это наверное он вряд ли тут живет наверное вот это но тут что-то что-то не очень у торговца дом печка кровать ладно идем дальше сейчас сбегаю еще раз в те пещеры попробую отремонтировать генератор не получится значит не получится значить значит пойду исследовать пустошь вот так все блин решено давай 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 они наверно пойдут гека убить у меня сколько тут надо еще 400 опыта 400 опыта до следующего уровня ну вряд ли усь следующего уровня возьму но но опыта подсобираю так ладно идем дальше разумные причины создания методов какие же они ну и ты иди сюда так следующая причина следующая причина янтон улучшение партиры партируемости использование методов изолирует не портируемый код явно определяя фрагменты которые придется изменить при портировании приложения число непортируемых аспектов входят нестандартные возможности языка зависимости от оборудования и операционной системы следующий следующая причина упрощение сложных булевых проверок понимание сложных булевых проверок редко требуется для понимания пути выполнения программы на поместил такую проверку в метод вы сможете упростить код потому что первое детали проверки будут скрыты и второе описательное имя метода позволит лучше охарактеризовать суть проверки создание отдельного метода для проверки подчеркивает его значимость ее значимость это мотивирует программистов делать детали проверки внутри метода более удобно читаемыми в результате в основном в результате и основной путь выполнения кода и сама проверка становятся более понятными упрощение булевых проверок является примером снижение сложности о которой мы уже не раз говорили следующая причина повышение быстродействия методы позволяют выполнять оптимизацию кода в одном месте они в нескольких они облегчают профилирование кода направленное на определение неэффективных фрагментов если код централизован в методе его оптимизация повысит быстродействие всех фрагментов в которых этот метод вызывается как непосредственно так и косвенно а реализация метода на более эффективном языке или с применением улучшенного алгоритма окажется более выгодной есть убил так далее ну следующая причина для уменьшения объема других методов ну и тут такой типа знак вопроса типа для уменьшения объема других методов так сохраняем а стим макконнелл говорит такой нет 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 при наличии стольких разумных причин создания методов это не нужно ну якобы для уменьшения объема других методов на самом деле для решения некоторых задач лучше использовать один крупный метод вот так вот так сейчас тут какие-то куски кода эти куски кодом и я защитывать не буду я лучше вот сразу зачитаю резюме причин создания методов итак список этих причин ну мы только что перечислили я их перечислил но блин это яйца этих геков так ощущу сюда вниз а если пойду сюда то я куда-то приду да смотрите какой-то туннель а не фиг там я пришел я понял тут две гекки давайте одну вызовем на дуэль бросим перчатку айты порывая гека и это тупорывая ну давай же о 1 2 3 куда идти сюда ее ну короче резюме список да и так это снижение сложности формирование понятной промежуточной абстракции предотвращение дублирования кода сейчас подождите-ка счета я потерялся а как тут я сюда а блин блин мне не туда пошел поддержка наследования сокрытие очередности действий сокрытие операции над указателями улучшение портируемости упрощить упрощение сложных булевых проверок повышение быстродействия кроме того разумными причинами создания методов можно считать многие из причин создания классов а именно изоляция сложности сокрытие деталей реализации ограничение влияния изменений сокрытие глобальных данных создание центральных точек управления облегчение повторного использования кода выполнение специфического вида рефакторинга о второй возбудился ну да ладно сейчас в коридор выйду и в этом коридорчике уже будем с ними воевать он длинный так теперь следующий у нас подглава следующая подглава называется проектирование на уровне методов идею связности впервые представил уэйн стивенс глэнфорд мэйерс и ларри константайн вот это имена блин ухты ухты а вот на уровне проектирования классов и и практически вы вытеснили более современные концепции такие как абстракция и инкапсуляции однако на уровне проектирования отдельных методов евристический принцип связности по-прежнему полезен в случае методов связность характеризует соответствие выполняемых в методе операций единой цели так сейчас его подпущу подпущу так чтобы можно было бить вот так случаи методов да это я уже сказал некоторые программисты предпочитают использовать термин сила стрэнч насколько сильно связаны операции в методе например метод косинус имеет одну четко определенную цель и поэтому обладает прекрасной связанностью метод косинус и тангенс имеет меньшую связность потому что он выполняет сразу две функции наша цель в том чтобы каждый метод эффективно решал одну задачу и больше ничего не делал вознаграждением будет более высокая надежность кода в одном исследовании 450 мет в одном исследовании 450 методов было обнаружено что дефекты отсутствовали в 50 процентах методов обладающих обладающих высокой связанностью и только 18 процентах методов с низкой связанностью другое исследование 450 методов как говорит стима конова это просто совпадение хотя и необычно но совпадение в том что другое исследование тоже 450 методов исследовала показала что в сравнении с методами имеющими самое низкое отношение сопряжения связанность методы с максимальным отношением сопряжения связанность содержали в 7 раз больше ошибок а исправление этих методов было в 20 раз более дорогим обсуждение связанности обычно касается нескольких ее уровнем понять эти концепции важнее чем запомнить специфические термины используйте концепции как средства помогающие сделать методы максимально связанными функциональная связанность это самый сильный и лучший вид связанности она имеет место когда метод метод выполняет одну и только одну операции примерами методом обладающие не высокой связанностью являются методы синус гет кастомер нейм так получить фамилию заказчика и рейс файл удалить файл дальше тут calculate loan payment вычислить плату за кредит и age from birthday определить возраст по дате рождения конечно такая оценка связанности предполагает что эти методы соответствуют своим именам иначе они имеют неудачные имена а об их связанности нельзя сказать ничего определенного ну а дальше будут перечислены другие виды связанности которые обычно считаются менее эффективными последовательная связанность наблюдается в том случае когда метод содержит так сейчас когда метод содержит операции которые обязательно выполняются в определенном порядке используют данные предыдущих этапов а не формируют в целом единую функцию примером метода с последовательной связанностью является метод вычисляющий по дате рождения возраст сотрудника и срок его ухода на пенсии если метод вычисляет возраст а затем использует этот результат для нахождения срока до ухода сотрудника на пенсию он имеет последовательную связанность если метод находит возраст сотрудника после чего в абсолютно другом вычислении определяет срок до ухода на пенсию применяя те же данные о дате рождения он имеет только коммуникационную связанность как сделать такой метод функционально связанным создать два отдельных метода метод вычисляющий по дате рождения возраст сотрудника и метод определяющий по дате рождения срок ухода сотрудника на пенсию второй метод мог бы вызвать метод нахождения возраста оба этих метода имели бы функциональную связанность другие методы могли бы вызывать любой из них или оба так это что такое последовательная связанность но еще один тип связанности это коммуникационная связанность но это не еще один а следующий тип коммуникационная связанность имеет место когда выполняемые в методе операции используют одни и те же данные и не связаны между собой иным способом образом если метод печатает отчет после чего заново инициализирует переданные в него данные он имеет коммуникационную связанность две операции объединяет только что только то а эти две операции объединяет только то что они обращаются к одним и тем же данным чтобы повысить связанность нового метода вот этого выполняйте повторную инициализацию данных около места их создания которое не должно находиться в методе печати отчетов разделите операции на два метода первый будет печатать отчет а второй выполнять повторную инициализацию данных неподалеку от кода создающего или изменяющих год данные вызовите оба этих метода вместо первоначального метода имеющего коммуникационную связанность так дальше дальше у нас есть временная связанность временная связанность наблюдается когда операции объединяется в метод на том основании что все что все они выполняются в один интервал интервал времени типичные примеры это методы стартап запуск программы и complete new employee прием нового сотрудника на работу и shutdown завершение программы временную связанность порой считают неприемлемой поскольку иногда она связана с плохими методиками программирования такими как включение слишком разнообразного кода в метод стартап для устранения проблемы рассматривайте методы временной связанности как способы организации других событий так метод стартап мог бы читать конфигурационный файл инициализировать вспомогательный файл настраивать менеджер памяти и выводить первоначальное окно программы чтобы сделать метод с временной связанностью максимально эффективным не выполняйте в нем конкретных операций непосредственно а вызывайте для их выполнения другие методы тогда всем будет ясно что суть метода согласование действий а не их выполнение этот пример поднимает вопрос выбора имени описывающего такой метод с адекватным уровнем абстракции вы могли бы назвать метод readconfig файл in scratch файлы dtk могли бы так назвать прочитать конфигурационный файл инициализировать вспомогательный файл и так далее но из этого следовало бы что он имеет только случайную связанность если же вы назовете метод стартап будет очевидно что он имеет одну цель и поэтому обладает функциональной связанностью остальные виды связанности обычно неприемлемы они приводят к созданию плохо организованного кода который трудно отлаживать и изменять метод с плохой связанностью лучше переписать чем тратить время и средства на поиск проблем однако знание того чего следует избегать может пригодиться поэтому дальше будут перечислены плохие виды связанности короче генератор я ремонтировать не могу видимо здесь на программном уровне стоит что если там ремонт меньше скольки то то починить его нереально соответственно надо идти куда-то на улицу а если мы идем на улицу значит ну мы принципе везде уже побывали диалоги я не вчитывал возможно можно было еще пару квестов взять но 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 в кламанте был вороя делать нечего значит сейчас походим в округе может быть ухты блин круто смотрите что я нашел а это вот и вот эти случайные встречи помните в первом фоллауте я там пару раз ну случайные встречи то есть я там нашел какого-то чувака который машинами торгует потом потом а кстати встречал говорящих коров вот ухты 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 так хорошо все больше ничего нету ладно пойдем перетрем с фермерами о о да думал цене поторговать можно хорошо тебе убирать слышь ты не быкуй у меня хоть и нет пистолета но я в тельняшки в броне и мне прокачано умение он такой слышь ты убирайся короче колодец он есть еще попробуем туда веревку вот так вот мне ничего не даст ну тогда ладно зачем и он тогда здесь надо ну круто встретил фермеров а вот это я уже на кого-то нарвался по ходу руки вверх не понял я что-то был уже ладно валим ого их тут их тут трое ну попробуем попробуем стану вот здесь вот это блин у его ножик ладно и попробуем их валить раз два три это пока а от падла круто вот так вот побегал блин по пустоши блин запись идет блин видите в linux все запускаю так ладно на сегодня на методы все обсуждать не будем я сейчас выбегу в пустошь выбегу в пустошь найду новое какое-то поселение ну и там и остановимся то есть следующем видео обсудим ну я зачитаю до примеры плохих видов связности ну и дальше там по книге пойдем потому что после примеров о плохих видах связанности которые надо знать а дальше пойдут там у удачные имена метода потом насколько объемный может быть метод и и и так далее и тому подобное мы все равно за одно видео так много не успеем потому что это надо читать и надо еще этим управлять вот поэтому поэтому сейчас я просто уже бегу 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 блин жалко я тогда в тот ран не сохранился а а у торговцев я нашел этот еду всякую которую можно было собачки дать да что ж такое опасно ходить о с этим я могу разобраться так что так что так что лишний опыт на на этом этапе не помешает так вдох да ну конечно так вот в жизни можно когда встретишь такого скорпиона то можно подофигеть идешь-идешь и такая этаж это больше собаки даже но в принципе смотрите его хвост выше колена это такой ешь-идешь и вылазит такая фигня ты такой звонишь в мчс мчс таки чё скорпион таки то блин фу да ладно ну разберись сам ну ты же взрослый парень такой-то ну ребята он большой ну им чесники такие едут думать да чё там за лошара скорпиона убить не может но если это там ну короче да едут такие приезжают а тут нифига себе скорпион еще а им чесники потом звонят куда им звонить они ж типа бесстрашные такие супермены должны образ и вагоне воду ну по идее их работа и опасно ведь и трудно на самом-то деле да и приезжают они такие тут такой скорпион полметра роста они таки д прыгать свой камаз и уезжают но тут звонить некому это пустошь тут каждый сам за себя более он так медленно ходит когда машину раздобудим и увидите насколько это удобней ездить на этой машине потому что потому что смотрите как медленно плюс на кого-то опять нарывается сейчас какие-то перестрелки ух ты блин подождите на траппер и траппер обычно по идее мне а смотрите это опять та же локация это не это но они что-то красненьким они походу и меня тоже будет бить это же вроде бы обычные трапперы я так понимаю блин ладно я сохранюсь и если можно я так понимаю да здесь мне просто надо сделать выбор за кого я да блин так долго блин только хотел ударить показать мол ребята я за вас так они уже убили ну вроде меня не атакуют вроде только гекку но тем более там в этих трапперов был этом даже помог им поэтому поэтому вроде бы должны у нас быть нормальные товарищеские отношения на тебя на тебе крупный гекка не померся нет еще ничего себе главное так это гека да уху встал и пошел крепкий наверное их лидер лидер ведь должен быть самым крепким и сильным вожак это вожак это вожак гекка точно на тебе где тут гека 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 труп ну скажите там спасибо дружище что у тебя есть одна не понял не нафиг мне эти шкуры че из них делать перчатки шапки носки о противоядие это мне пригодится о шкура золотого на в этом немало стоило ладно погнали погнали да что ж такое да тут тут просто так не походишь по этой о это кто сохранимся торговец несколько охранников постойте кого ведь всеобщий спаси добряк мы с такими вот быдло ладно мы его запомним и потом а хотя на самом деле как может упасть карма если ты в пустоши да встретил ну встретил ограбил убил там кармаш не упадет по идее ну кто об этом узнает не просто он борзо себя так ведет то выйти на встречу отряд торговцев отражающих нападение нескольких грабителей я тут пока найду какое-то поселение чувствую я возьму всем уровне еще давайте попробуем да их так вот это по ходу бандиты рап а это грабитель блин чудил ну оружием не нету но было бы неплохо если а у него еще винтовка есть я наверное я наверное сделаю вот так вот отбегу они пусть валят друг друга вот кто-то здесь помрет а я постою посмотрю если этим помрут о нормальды не так они все в принципе с пушками я сейчас подойду так типа стихоря там из подтяжка сзади буду бить и заодно потом подмочил пистолет который мне надо было возможно даже патроны походы этот убил своего то что это лечится это очень плохо потому что я бы у нее подмутил бы этих стимуляторов так кто побеждает пока по ходу ничья да да мне бы сейчас пистолет или винтовочка уже помогла бы неплохо так по ходу наших валят по ходу да это плохо боли ну вернулась куда ты а вот наш это наш вот бы этот куда-то бежит елки-палки наши проигрывая надо срочно о есть завалил одну так там два бандита сейчас значит я ее об шмана ю ухты круто мне нормально наши вроде ведут я сейчас эту об шмана ю боли патроны там хоть есть ну патроном чуть-чуть есть ну нормально давай валь опа у него с прицелом винтовка была короче вы тут разбирайтесь большая стрельну случайно еще в тебя попаду потом начнется разборки ах ты за них как ты ему докажет и чувак ты случайно попал нормально спасибо дружище хочу принципе встревать на такие разборки принципе даже неплохо он подмутил винтовочку там чуть-чуть патрончиков есть о еще два трупа ножик вот так вот и все блин только как мне об шмана вот он тут не этого я об шмана это а вот кастет диньжиш диньжище а это тот торговец который мы встречались мудила хочу это вдруг они ладно валим успею свалить или нет а если опять сохранюсь а если сделаем вот так тут что-то не очень а есть еще раз то я промахнулся а а если еще раз нормально держи на тебе выше все ранен это о нормально зашибись блин только не так легли что я только с одного смогу обмародерить а второго не могу блин ладно надо эту как-то разрядить он она никак не разряжается походу она уже разрушает наркота как это винт ладно да действительно наркота подлечимся вот так вот f5 чё у нас тут по опыту 12000 ну тогда пойду это убью еще вон там вот этого борзого потому что он сильно борзый был и у него пушка есть ого в голову промазал ну чё ж патрона больше нет меня загрузить его сейчас загружу быстрое сохранение микро сейчас их завалюю все следующий раз продолжим потому что потому что я сейчас пока найду хоть какое-то поселение это будет долго на тебе ну извини вы сами нарвались ты сам бычил а это кто это раб а чё ж она а совсем другое дело значит у это не пистолет но все же блин надо чего-то избавиться дрова на хрена на лопата вроде надо не на день это заберем что может не это точно не надо веревка блин интересно почему дубинки так что дороже кассет или дубинка блин ничего не выкинешь это фляга вика хорошо и это фляга вика что-то много этих фляг вик да я выкину фляги зачем они мне нужны у меня аж одна есть фляга есть наверное дубинка должна немало денег стоит дрова вот я не знаю зачем я дрова тебя я наверное где-то сейчас в этом в этом положу в том поселении ну в этом блин в кламате вот в каком-то ящике эти дрова ну типа останутся нормально не останутся потеряются тут потеряются потому что их постоянно с собой тягаю а толку какая-то надежда что где-то вот как раз не дрова понадобится но на самом деле больше тут особо дров нигде не не намутишь так давайте я сохранюсь как там контроль с вот нормально раздобыл оружие раздобыл стимулятор еще один неплохо зайдем в кламат сейчас где-то скину скину эти шмотки но не нужны и даже не шмотки а дрова закину так вот тут я наверно в этом доме закину пойду сейчас продам кастеты и но поменяю их на на стимуляторы картишки нами сюда закину вот это наверное тоже сапоги пригодятся ключ ключ тоже пусть полежит тут ну все чё нормально жизнь налаживается вот так вот встретить на своем пути 2 группировки которые разбираются не неплохо как по мне теперь можно и поторговать и сказать так что-то дружище у тет все так дешево а качественное ли она почему так дешево не я конечно же не буду говорить 500 дешево не особо дешево чё 60 блин зачем я это брал кастет дороже стоит 640 значит 43 давай сюда вот так есть теперь теперь 1 подождите мне от пистолет надо был так так а куда я патроны продал теперь были теперь новая проблема пистолет есть о тысячу стоит нормально а патронов нет и это тысячу неплохо так а почему вот эта наркота 25 ну я точно закидываться ним нет стоит 125 давай вот так вот 125 есть ну 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 патрончики надо раздобыть да патрончики а у кого а чего мы можем так тебя сделать уошеде за наркоман бартер не броня да нафиг так теперь я сбегаю сбегаю с этим я торговал с этой бартер не у нее ничего туда где-то еще один был с кем я мог перетереть да и учета в паре часа побегу сюда два брата акробата эй дождись куда мы укажем все внутри такие чисто о а вот патрончиков они есть патрончики нормально то все же налаживается триста семьдесят пять дайте вот этого и побольше антирадина тоже возьмем около 3000 не наверное это я погорячился так 1200 мне то тут дело в том чтобы брать то больше нечего 1523 да да чё то надо продать а если одну вот эту ох ты как раз 43 ну да ладно что делать так сколько у него деньжи 415 а это тысячу стоило да но пока пока не судьба ну чё же чуть-чуть неплохо я могу сказать разжились разжились мы пистолетом двумя винтовочками каждая винтовочка тысячу крышек стоит это уже хорошо пистолет заряжен ну жить можно значит сохраняемся и следующий раз продолжим с этого места то есть пойдем найдем какое-то поселение и там там продолжим играть до следующего уровня 2700 что тоже неплохо ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся ставим лайки ну и все такое всем пока